Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Сегодня мы будем говорить про игры и про настольные игры. Но для начала ответьте на мои вопросы. Do you like to play games? Нравится ли вам играть в игры? Do you enjoy playing board games? Получаете ли вы удовольствие от игры в настольные игры? А почему я об этом спрашиваю? Потому что игра – это одна из наиболее эффективных форм организации досуговой деятельности. Оказывающая определенное просветительское и воспитательное влияние. Игра – это особый вид деятельности, потому что играть, как вы сами знаете, приятно. Играть легко и весело. В игре мы проживаем счастливое состояние. А вот настольные игры особенно развивают различные навыки от коммуникации до аналитического мышления и логики. Пробуждают наши эмоции, заставляют смеяться и радоваться. Скрашивают ожидания в поездке, например, в поезде, в самолете, в автобусе. Вообще, настольные игры – это не только совместный досуг, но и живое общение, которого, к большому сожалению, людям сейчас так сильно не хватает. И строки следующих стихотворений описывают радость и удовольствие, которые мы получаем от игры. Мы в мозаику играли, собирали, собирали, Ксюша – дом, машину – Ваня, все украсили цветами. Хороша картинка, братцы, приходите любоваться. Откройте, пожалуйста, свои учебники на странице 58. Как обычно, мы проработаем новую лексику. Поработаем с новыми словами и словосочетаниями. На своих экранах вы увидите картинку, слово на английском языке, транскрипцию и перевод данного слова. Новую лексику необходимо переписать в свои словари. Повторяю, что видео-урок вы можете поставить на паузу и поработать с лексикой в необходимом для вас темпе. Let's start. Начинаем. Итак, первая игра. Backgammon – нарды. The next. Следующая. Domino's – домино. Let's practice the pronunciation. Предлагаю попрактиковать произношение. Repeat after me. Повторяйте за мной. Backgammon. Backgammon. Domino's. Domino's. Scrabble – игра в слова, которая называется эрудит. Billion's. 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 Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Повторяйте за мной. Scrabble. Scrabble. Billion's. Billion's. Darts. 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 Игра в дротики. Jigsaw puzzle. Puzzle. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Повторяйте за мной. Darts. Darts. Jigsaw puzzle. Dicksaw puzzle. Chess. Darts. 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 Mables. Marbles. Darts. Darts. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Повторяйте за мной. Darts. Let's do the first exercise. Выполняем первое упражнение. Which of the games and the pictures are board games? Are for two players? Are team games? Do you play in your country? Did you play last weekend? Какие из игр на картинках являются настольными играми? Предназначены для двух игроков. Какие игры на картинках можно играть командой? В какие игры вы играете в своей стране? И в какие игры вы играли на прошлых выходных? Let's answer these questions. Отвечаем на вопросы. The first one. Which of the games are board games? Какие игры? Настольные игры. Scrabble Dominoes Chess Jigsaw puzzle Backgammon Scrabble Scrabble Или игра в слова Erudite Domino Шахматы Puzzle Нарды Все это входит в разряд настольных игр. They are board games. The second question. Следующий вопрос. Which of the games are for two players? В какие игры можно играть двум игрокам? Scrabble Billiards Domino Darts Chess Backgammon Marbles Erudite Erudite Billiard Billiard Domino Darts Darts Шахматы Nardy Стеклянные шарики Это игры, в которые можно играть двум игрокам, которые предназначены для двух игроков. The next question. Следующий вопрос. Which of the games are team games? Какие игры также являются командными играми? Domino Scrabble Darts К командным играм относятся domino, игра в слова erudite, darts. The next question. Which of the games do you play in your country? В какие игры играют в вашей стране? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы будем использовать следующий шаблон. We play В пропуск вставляем название игры и затем уточняем. In my country. For example, например. We play dominoes in my country. Мы играем в домино в нашей стране. We play chess in my country. Мы играем в шахматы в нашей стране. We play jigsaw puzzle in my country. Мы играем в пазл в нашей стране. We play billiards in my country. Мы играем в бильярд в нашей стране. Конечно же, название игр может быть и другим. Which of the games did you play last weekend? А в какие игры вы играли на прошлые выходные? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы будем использовать шаблон. I played В пропуск вставляем название игры и уточняем last weekend. For example, например. I played dominoes last weekend. Я играл в домино на прошлых выходных. I played chess last weekend. Я играл в шахматы на прошлых выходных. I played billiards last weekend. Я играл в бильярд на прошлых выходных. I played marbles last weekend. Я играл в стеклянные шарики на прошлых выходных. Тут уже, ребята, зависит от вас, в какую именно игру или в какие именно игры вы играли на прошлых выходных. Словарь, который нам понадобится. Nothing much. Ничего особенного. Don't say that. Не говори так. For a change. Для разнообразия. Like what? Во что, например? Boring. Скучный. Too bad. Биться об заклад. To lose. Проиграть. I don't care about losing. Меня не волнует проигрыш. Эти фразы и слова нам понадобятся для выполнения следующего упражнения. Let's read once more. Давайте прочитаем еще раз. Repeat after me. Повторяйте за мной. Nothing much. Don't say that. For a change. Like what? Boring. To bet. To lose. I don't care about losing. To suggest. Предложить. How about? Как насчет? That's not fair. Это нечестно. To get. Получить. More points. Больше очков. Больше баллов. It's not about. Дело не в том. To win. Выиграть. Победить. You are right. Repeat after me. Повторяйте за мной. To suggest. How about? That's not fair. To get. More points. It's not about. To win. You are right. So, the next exercise. Итак, следующее упражнение. Exercise 3A. Page 58. Как раз данные слова и словосочетания фразы нам понадобятся для выполнения упражнения 3A на странице 58. Let's read and translate this dialogue. Давайте прочитаем и переведем этот диалог. Jim, are you doing anything? Jim, ты что-нибудь делаешь? Nothing much. Ничего особенного. I'm listening to music and waiting for the rain to stop. Я слушаю музыку и жду, когда дождь прекратится. I'm playing baseball at 5. Я играю в бейсбол в 5 часов. You are always playing with your friends. Ты всегда играешь со своими друзьями. Don't say that. Не говори так. You know, I play baseball every Tuesday. Ты знаешь, я играю в бейсбол каждый вторник. Do you want to play something with me for a change? А ты хочешь сыграть во что-нибудь со мной для разнообразия? Like what? Во что, например? And don't say Monopoly, but Damon or Scrabble. И не говори про монополию, нарды или про игру слова. They are boring. Они скучные. Yes. I bet it's boring when you always lose. Да. Держу пари, что они скучные, когда ты всегда проигрываешь. I don't care about losing. Меня не волнует проигрыш. Yeah, right. Да, верно. You suggest something that. Тогда ты что-нибудь предложи. How about darts? Как насчет игры в дартс? That's not fair. Это нечестно. You are tall and always get more points. Ты высокий и всегда получаешь больше баллов. Tommy. It's not about who wins or loses, but how you play the game. Tommy. Дело не в том, кто выигрывает или проигрывает, а в том, как ты играешь в игру. You are right. Ты прав. Darts then. Тогда darts. Я еще раз прочитаю данный диалог для вас, но уже без перевода. Старайтесь повторять слова за мной. Вы можете делать это вслух или про себя, как вам будет удобно. Let's start. Начинаем. Джим. Дальше. 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 То, что вы lumbercaste, вы можете другойinstant. Дальше. 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 Не стимул. Да, вы сможетеlease. Всё. Но это все больше. Подошло время для вашего домашнего задания. Вам необходимо составить свой собственный диалог по образцу проработанного на уроке в упражнении 3A, используя следующую информацию. Вам необходимо заменить, прежде всего, имена. У нас были Том и Джим, а вы меняете на имена Сэм и Макс. Дальше. Джим играет в бейсбол в 5 часов, а вам нужно поменять информацию, что он играет в шахматы в 3. Он играет каждый вторник, а у вас будет играть каждую среду. И игру, которую предложат для разнообразия, вы поменяете на игру в бильярд. Все остальные слова, фразы необходимо оставить без изменения. Надеюсь, вы отлично справитесь с этим заданием. Итак, наш урок подходит к концу. Спасибо за просмотр моей презентации. Я желаю вам удачи. Goodbye. До свидания. See you later. Keep in touch. Jump in touch. See you later.